Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Здравствуйте! В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью и издалить, пошли до конца и во многих случаях победили. Подобной ситуацией может оказаться любой казахстанец, и мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Толкен с мужем 6 лет проживали в квартире в одном из микрорайонов Алматы, когда решили, что лучше перебраться в частный дом, подальше от городской суеты. Разместили объявления о продаже недвижимости, и покупатели не заставили себя долго ждать. Жилье приглянулось некому Биржану, владельцу большого дома в Ильейском районе. Правда, нужной суммы мужчина найти не смог и предложил обмен. Они поехали, посмотрели данный жилой дом, их устроило, и они заключили договор Мены между Биловым и Бекижановым, нотариусом, соответственно. При оформлении данного договора Мены были представлены все правоустанавливающие документы, как с одной стороны, так и с другой стороны. При осмотре квартиры Толкен показал Биржану все правоустанавливающие документы, в том числе техпаспорт, в котором было указано, что квартира состоит из трех жилых комнат. В октябре 2017 года сделка между сторонами официально состоялась. Однако уже после ее заключения мужчина обнаружил, что приобретенная им квартира изначально была не трехкомнатной, а включала в себя только два жилых помещения. Третья спальня появилась в результате перепланировки. В последующем, после течения, я так понял, месяца или двух месяцев, супруга Бекижанова начала звонить моим доверителям. Говорит, вот я теперь передумала менять данную квартиру, верните мне дом, возвращайте свою квартиру. На что мы и объяснили, как вас, вы же приезжали, смотрели, мы заехали, посмотрели, мы сейчас делали там ремонт, поставили соответствующее ограждение, забор. Сейчас проводим газ. Извините, говорит, ну то есть тоже не шутки же. Она находила любые причины. Она, например, сказала, что вас завтра, в будущем вас будут сносить. Я вам забыл об этом сказать. Но Бержан с супругой, оставшись недовольными покупкой, решили обратиться к независимым экспертам, которые провели техническое исследование недвижимости и пришли к выводам, что жилая комната квартиры не соответствует требованиям, согласно которым в помещениях с постоянным пребыванием людей должно предусматриваться естественное освещение, то есть иметься окно. Таким образом, перепланировка была выполнена с нарушением действующего строительно-архитектурного законодательства. Кроме того, из разговоров с соседями Бержан узнал, что в их доме на других этажах расположены двушки, и только его является трехкомнатной. Понимаете, каждый человек, когда обращается в суд с иском, он считает, что он прав. По-другому и быть не может. Есть же такие вот общие философские стандарты, что у каждого своя правда в этом направлении. Поэтому человек, обращаясь в суд с иском, считал, что его права нарушены, что были нарушения при акте ввода в эксплуатацию и перепланировки этой квартиры. Это вот были его основные такие моменты. Наконец, Бержану и его супруге показалось подозрительным, что техпаспорт, в котором указаны три жилые комнаты, был изготовлен в 2011 году, а акт приемочной комиссии датирован 2015 годом. При этом в документе говорится про включение квадратуры балконов в общую площадь квартиры, но ничего не сказано про то, что произошло функциональное изменение комнаты. По мнению нового владельца недвижимости, члены приемной комиссии при подписании акта о перепланировке нарушили целый ряд норм действующего законодательства, а значит, существенно ограничили его права как собственника жилья. Они говорят, извините, вы же когда нотариусу вам показали, что есть акт ввода в эксплуатацию, что эта квартира с двухкомнатной переделана на трехкомнатную. Вы ознакомились, нотариус судья подтвердила, вы же сами читали документы. Какие вопросы? Биржан обратился в суд, требуя признать недействительным акт приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию произведенной перепланировки жилой квартиры, отменить его государственную регистрацию и взыскать с толкын расходы на проведение экспертизы. Согласно строительным нормам Республики Казахстан, перепланировка – это изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка производится в соответствии с принятыми нормами и правилами, зафиксированными в нормативных документах. Чтобы не было нарушения целостности конструкции дома, что может привести к обрушению, как отдельных частей, так и всего строения. При перепланировке нельзя соединять кухню или жилую комнату с балконами и лоджиями, утеплять и остеклять существующие балконы и лоджии, устраивать новые и расширять существующие оконные балконные проемы, изменять формы и цвета оконных рам и балконных дверей. Кроме того, запрещено увеличивать площадь санузлов за счет жилого пространства. В конце августа прошлого года дело рассматривалось Медеусским районным судом города Алматы. В судебном заседании было установлено, что Толкым произвела внутреннюю перепланировку без архитектурно-строительного проекта, за что уже была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. На основании этого представители различных государственных органов, участвовавших в деле в качестве ответчиков и третьих лиц, просили суд отказать истцу в удовлетворении его требования. А рассматривая дело, суд первой инстанции отметил, что при заключении договора стороне истца не было известно о произведенной в квартире перепланировке. Далее суд сослался на статью 17 закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, согласно которой к нарушениям норм и требований законодательства относится, помимо прочего, самовольное строительство, равно как и изменения архитектурного облика, перепланировка, переоборудование, перепрофилирование зданий, отдельных помещений и частей зданий. Между тем, жилые комнаты должны иметь естественное освещение, а во вновь оборудованной комнате нет окон. Сторонами не оспаривается, что она освещается исключительно посредством искусственных источников света. С другой стороны, выступавший одним из ответчиков по делу представитель городского управления архитектуры и градостроительства не смог предъявить суду проект перепланировки квартиры, без которого категорически запрещено выдавать архитектурно-планировочное задание. Точно так же Департамент охраны общественного здоровья по городу Алматы не представил требуемый в таких случаях акт обследования, который является обязательным условием приемки перепланировки в эксплуатацию. Я объясняю судью, ваше честь, ну правильно, этих документов не будет, потому что архив пишет, что до 2012 года у нас документы находятся, а после 2012 года не все государственные органы, но акт-то был в 2015, он в архиве никак не может находиться. И почему вы эту гуру не поняли? Специалистка не могла на данный вопрос ответить. Но, вопреки этому, Медеуский районный суд, это же второй-другой суд, она выносит решение и признает акт, это обводовую эксплуатацию, перепланировки незаконным. Проверка журнала входящей корреспонденции показала, что в 2015 году с заявлением на выдачу соответствующего разрешения Талкен не обращалась. Каждый ставил свое право, и с нашей стороны очень сильные переживания были. Моя доверительство вообще в больницу попало со сердцем, с этими переживаниями, с этим домом, потому что у него непонятно. И с их стороны были тоже слезы. С учетом этих обстоятельств суд пришел к выводу, что акт приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию произведенной перепланировки был подписан с нарушением законодательства и является недействительным. Это, в свою очередь, влечет за собой отмену его государственной регистрации. Избиржана был удовлетворен в полном объеме. Талкен не согласилась с решением суда первой инстанции и обратилась с апелляцией в Алматинский городской суд. В жалобе она просила отказать в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что судом применены не подлежащие применению нормы права и дана неправильная оценка доказательством по делу. В частности, женщина утверждала, что условия так называемого «договора Мены» сторонами выполнены, правоустанавливающие документы переданы из рук в руки, сделка зарегистрирована в органах юстиции. Кроме того, оспариваемый акт приемной комиссии был предоставлен нотариусу, и стец был с ним ознакомлен. Также в жалобе говорилось, обратившиеся в суд люди лично осматривали квартиру перед подписанием бумаг и видели, что одна комната не имеет оконного проема. То есть это не скрытый какой-то дефект, это видно, это визуально, когда приходили осматривать квартиру, никто это не скрывал, там, не знаю, какой-то муляш окна. Это, конечно, меня и смутило. Однако суд апелляционной инстанции решил, что все доводы ответчика идентичны ее ранее озвученным пояснениям. Поэтому коллегия не нашла оснований для изменения уже вынесенного вердикта служителей Фемиды, либо его отмены. В постановлении вновь делалась ссылка на действующие в Казахстане строительные и санитарные нормы, заказанное биржаном экспертное заключение и сведения, предоставленные суду госучреждениями, ответчиками по делу. Весь этот спор о недействительности акта приемочной комиссии сам по себе большого значения не имел. Все дело в том, что на основании состоявшихся судебных решений биржан мог оспорить действительность главной сделки – договора мены. Таким образом, толкын нужно было либо добиться касационного пересмотра дела, либо вернуть мужчине дом. В последующем биржану что делают? Начинают давить на моих. Все, давайте, выселяйтесь, я делаю, выигрываю. Все, там начинаются эти споры. Я говорю, подавайте на нас суд выселить. Для чего? Для того, чтобы нам нужно было время обратиться в Верховный суд. В Верховный суд на осмотрение месяца. В первую очередь коллегия отметила, что истец до заключения договора осмотрел квартиру и видел состояние жилища, в том числе и знал о перепланировке. Более того, в самом договоре мены в качестве правоустанавливающего документа был указан акт приемочной комиссии, что свидетельствует об осведомленности листца относительно перепланировки квартиры и передачи ему именно того имущества, которое было предусмотрено договором. Между тем, согласно пункту 1 статьи 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, право собственности передается другому лицу со всеми обременениями, имевшимися на момент совершения сделки. Следовательно, по мнению коллегии, истец, который приобрел квартиру с перепланировкой, не вправе был оспаривать законность акта приемочной комиссии, полученного предыдущим собственником. А отсюда, в свою очередь, следует, что доводы Биржана о нарушениях, которые когда-то были допущены Толкен, не могут быть основанием для признания недействительным этого документа. Учитывая, что Биржан впоследствии добился признания недействительным и самого договора мены, Верховный суд счел обоснованными доводы Толкен о недобросовестном поведении истца. По сути, здесь имело место злоупотребление Биржанам своим правом. Он использовал его в противоречии с его назначением. Все принятые по делу судебные акты были отменены с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении иска. Адатайство Толкен было удовлетворено. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что в этом деле основной упор делается на основные принципы гражданского производства. Гражданского права в том, что все должны разумно, справедливо пользоваться своими правами. У нас очень часто бывает, когда, да, права может быть человека нарушены, но он сам себя вел не совсем порядочно, не совсем справедливо и приводит к тому, что мы на основании именно гражданского кодекса можем отказать в удовлетворении такого иска. Теперь, так как я Верховный суд выиграл, я обратился в Алматинский городской суд, который отменил у меня решение. А по вновь открытому, смотрите, потому что я, ваш корень, на основании чего вы мне отменили решение, я его отменил. Поэтому сейчас назначен процесс в городском суде о восстановлении данного решения. Фактически сделка будет восстановлена. Но основное, самое главное, мы удержали, потому что даже если завтра какие-то изменения будут, квартира останется все-таки трехом. Но главный вопрос, почему истец захотел обратно забрать свой дом, адвокат точно сказать не может. За время судебных разбирательств подлинные причины этого инцидента выяснить так и не удалось. Но сторона защиты не исключает, что на действие того же биржана могло повлиять давление со стороны родственников, которые, возможно, посчитали данную сделку не совсем выгодной. Таким образом, в этом деле в конечном итоге победила справедливость. Какие уроки можно извлечь из этой истории? К сожалению, самовольные перепланировки жилья все чаще становятся источником юридических проблем при оформлении сделок с недвижимостью. Гражданам нужно помнить, что лучшая гарантия непростых судебных процессов – это строгое соблюдение всех предусмотренных законом требований. Их обход впоследствии может очень дорого обойти собственнику, не говоря уж о том, что нарушение строительных норм угрожает жизни и здоровью всех жильцов дома. Но, с другой стороны, приобретая жилье с перепланировкой, мы должны быть готовы к тому, что именно на нас лягут теперь все проблемы, связанные с его эксплуатацией. Это тем более вероятно, если при заключении сделки приобретатель квартиры имел возможность своими глазами увидеть все ее особенности, включая соответствующие документы. Но и главное – не нужно мириться с несправедливостью, ведь шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации не всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале «Хабар-24» и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. «Хабар-00» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин